Этого монстра боятся все водители Литвы. Он непредсказуем, незаметен. Никто не знает, где и когда он появится на дорогах Литвы в следующий раз. Тарантул. Новый тип радаров Дорожной полиции Литвы. Не так давно Дорожная полиция приобрела новые мобильные радары, которые доставляются патрульными машинами и устанавливаются в любое место у дороги. Радары, у которых есть функция считывания номера автомобиля, фиксируют скорость, а оповещения о штрафе высылаются нарушителю автоматически. Тарантулы могут также фиксировать автомобили, проезжающие перекресток на красный свет светофора. Название радара – Poliscan FM1. Радары немецкой фирмы действуют по лазерному принципу. Сканируют все автомобили, как приближающиеся, так и удаляющиеся. А нарушения фиксируют две камеры. Фотография нарушителя через мобильную сеть отправляются в регистр административных правонарушений. Фотография позволяет четко определить автомобиль и скорость правонарушителя. Эти радары как никогда надежны. Они защищены от холода и жары. Они могут фиксировать скорость от 10 до 320 км в час, а погрешность в 3% считается очень маленькой. Тарантула можно установить практически в любое место. Они могут эффективно работать как днем, так и ночью, когда они практически незаметны. Радары распределены по всем отделам полиции страны. Водителей, нарушивших правила, останавливать не будут. Система сформирует форму штрафа в течение 10 минут и вышлет вам оповещение о нарушении. Стоимость одного радара 30 тысяч евро. Потому, чтобы радар никто не украл, около него будут дежурить наряд полиции. В скором времени надеются, что этого делать не придется. Тарантулы опасны тем, что они малозаметны. Если полицейского в жилете с жезлом увидит каждая машина, которая потом предупредит всех остальных, то тарантула, особенно ночью, заметит далеко не каждый. В фейсбуке уже создали группу «Где стоит радар в Литве». В группе уже более 40 тысяч участников. Пользователи делятся информацией о местах, где стоит радар. Однако, есть ли в этом смысл? Если радар меняет свое положение быстрее, чем вы увидите пост о его месторасположении? Количество участников и популярность группы, которых, между прочим, уже несколько, говорит и о менталитете людей, которые вместо того, чтобы ездить по правилам, предпочитают избегать радаров вовсе. Полиция информирует, что цель нововведения – снизить скорость в местах, где она часто превышалась. Ведь превышение скорости – основная причина всех аварий на дорогах Литвы. А в Литве двое из трех водителей превышают допустимую скорость. Что вы думаете о новых радарах? Нужно ли с ними бороться? Или пришло все-таки время поменять мышление и начать уже ездить по правилам? Всем всего хорошего. Пока.